9 мая в Приднестровье не состоится традиционный парад победы. Из-за угрозы распространения коронавируса его перенесли. Отменены и все массовые мероприятия. Но все же поздравить ветеранов с юбилеем победы пандемия не помешает. Создать праздничную атмосферу во всех городах и районах республики президент поручил органам власти на местах, сообщает пресс-служба главы государства. Представители госадминистрации с соблюдением всех мер безопасности вручат ветеранам приветственный адрес, цветы и подарки, в том числе конверт с материальной помощью, а также юбилейную медаль. 9 мая предполагается делегированное возложение цветов к мемориалам и памятным местам. В течение всего дня по городским улицам будет курсировать музыкальный автопробег. Будут звучать знакомые и любимые «Катюша», «Темная ночь», «Смуглянка», а гидбрикада сделает остановку у домов ветеранов. С импровизированной сцены артисты вживую исполняют военные песни. А перед выступлением расскажут о фронтовом пути участников Великой Отечественной. Многие, к сожалению, не знают, что в соседней квартире или в доме напротив живет ветеран. Эта акция позволит каждому прикоснуться к живой истории, проявить должное почтение к ветерану, поаплодировать ему, проявить внимание, оказать поддержку, подчеркивает Вадим Красносельский. Ровно в полдень 9 мая во всех храмах Приднестровья зазвучат колокола, а в 7 вечера объявят минуту молчания в память о павших войне. После приднестровцам предлагают подключиться к бессмертному полку. Из-за пандемии он пройдет в новом формате – онлайн, как почти все сейчас. Вместо прохождения колонной по центру нужно дома с портретами своих Героев Победы выйти на собственные балконы или стать у окна. Это будет означать – герои вернулись домой. И в такой святой для всех день они вместе с нами. Конечно, в условиях пандемии мы были вынуждены перенести Парад Победы на непределенное число. Пока думаем, подстроимся. Это может быть и июнь, это может быть и июль, это может быть август, это может быть даже сентябрь текущего года. Но я заверяю вас, уважаемые приднестровцы, дорогие друзья, что Парад Победы мы обязательно проведем. Когда состоится военный парад, традиционная реконструкция и салют зависят от каждого из нас, от нашей дисциплины и ответственности. Общество вернется к полноценной жизни, а как раз сейчас эту жизнь важно сохранить. Как подчеркнул президент, именно поэтому в мае широкого празднования не будет. Но День Великой Победы не останется незамеченным.